Рабочий день сотрудников администрации металлургического района сегодня начался крайне необычно. Мужчина, я вам сейчас помогу. Вы подавились? Вам плохо? Как держать руки, с какой силой давить, можно ли покалечить пострадавшего? Сегодня у чиновников зачет показанию первой помощи. В этом году на Дне здоровья возникла идея пригласить волонтеров-медиков для того, чтобы познакомить население с АЗАМ оказания первой помощи. Пациентам без сознания. Эта идея очень понравилась, был активный отклик и при поддержке администрации металлургического района у нас возникла идея преобразовать это в целый проект. Проект серии, цикл встреч, интерактивных встреч для того, чтобы обучить разные группы населения металлургического района алгоритму, навыкам оказания первой помощи. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, двадцать. Идейный вдохновитель мероприятия Сергей Кочетков с оказанием первой помощи знаком. Спасать людей ему приходилось в реальной жизни. Эта история была на море, в одном из бассейнов. Я там с маленькой своей дочерью находился. Я заметил, как пятилетний ребенок, девочка, скатилась с горки и по всей видимости, пока пыла, там вода была, и она хлебанула в воды и просто вот перестала как-то двигаться. И, ну, решил поступить в самые простые действия. Побежал, то есть взял за ноги и, благо, легкие, глубина там небольшая, детский бассейн. И вот потрес ее, то есть вода вышла, ребенок заплакал. Я увидел, что ребенок ожил. Вот только не каждый может сориентироваться и нередко теряется в критической ситуации. Глава района решила справить это и начал со своих сотрудников. Очень тяжело и очень большая ответственность. На самом деле, когда это делаешь, такое ощущение, что ты спасаешь действительно настоящего человека. Если ты его не спасешь, то, наверное, будет очень страшно. Сегодня экзамен держат замы главы и начальники отделов. Оценки за это не ставят. Но тот, кто не выполнил задание, останется без обеда, шутит Сергей Кочетков. Впрочем, с задачей справляются все. Садышно! Наталья Кудрешова, Виктор Щелков, Урал-1.